Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня я вам расскажу о пяти самых мощных и популярных танках, а сейчас немного рекламки. Хотел бы вам посоветовать мою группу ВКонтакте по Кэтс. Здесь вы сможете найти различные пасхалки, советы, баги, а также здесь будут регулярно выкладываться ставки. Если вам это интересно, то ссылочка на группу будет в описании, а мы переходим к ролику. Итак, ребята, начнем мы, пожалуй, с самой популярной тачки из нашего списка. Это валун с двумя циркулярками и нитро. Обычно их называют просто прыгунами. Собственно, эта тачка одна из самых популярных в игре. Наверное, 30 или 40 даже процентов игроков используют вот эту тачку. Многие ребята даже пишут, что когда они переходят в новые этапы чемпионата, практически 7 из 14 игроков, то есть половина, используют вот такие вот тактики, вот такие вот тачки, которые называются прыгунами. Собственно, давайте посмотрим, что она из себя представляет. Вы, наверное, ее очень часто встречали против себя. В общем-то, посмотрите. Обычно она просто вас перелетает и потом добивает своими циркулярками. Очень простая в использовании тактика. Вам просто нужно найти нужный для этого валун. В общем-то, давайте еще раз посмотрим. Ой, я не с тем начал. В общем-то, давайте еще раз посмотрим. В общем-то, вам просто нужно найти нужный валун, для него какие-нибудь классные циркулярки, которые будут давать к нему бонус, на нитро также можно какой-нибудь классный бонус и, конечно же, колеса, которые будут давать неплохой бонус к хп, и потом у вас получится вот такая вот достаточно мощная тачка, которая будет просто уничтожать ваших врагов, это я вам точно обещаю. Говорят то, что эта тачка не очень хорошо справляется с титанами, чаще всего не получается перевернуть их, но, если честно, я много раз видел то, что эти валуны спокойненько переворачивают титанов, так что даже титаны для них не составляют никакой проблемы. Ну, на этом я про эту тачку вам полностью рассказал, так что переходим ко второй. Итак, ребята, второй нашей тачкой будет что-то наподобие прыгуна, тоже обычная такая тачка, две циркулярки, нитро, но только у нас вместо валуна проныра. В общем-то, обычно люди ничего не меняют и просто ставят вот такую вот тачку, не сильно отличаются от обычного прыгуна с валуном, в общем-то, здесь просто давайте я вам покажу бой, рассказывать здесь нечего, все практически такое же. Вот просто у этого парня по сравнению с тем колес, конечно, побольше, но ему просто сложнее будет перелетать из-за его нитро. Ну, а так тоже практически одна и та же тактика. Вот просто перелетает, но чаще всего я замечал то, что проныры немножечко тупо так играют, если, например, вы быстренько вперед проедете, они вас перелетят, или, например, у вас будет тачка, которая взлетает в воздухе и переворачивается, которую я вам показывал, то она просто перелетит и на спине останется лежать, и потом ее стенкой как бы убьет. В общем-то, у этой тактики есть как бы вот такой вот недостаток. А по поводу титанов скажу то, что с титанами у нее есть небольшие проблемы. Но так тоже достаточно неплохая и очень даже популярная машинка. В общем-то, переходим к третьей нашей тачке. Итак, ребята, третья наша тачка, это, как ни странно, всего лишь обычная классика. Вы, наверное, спросите, типа, ну что за бред, классикой вообще практически никто не пользуется. Но на самом деле, скажу вам честно, то, что классика пользуется огромной популярностью на начальных этапах, потому что она очень классно заезжает под своих противников, и они просто не попадают. Например, если, как вот сейчас у моего противника, две ракеты, я не знаю, хватит ли у меня ХП для того, чтобы вам показать это наглядно. Ну, в общем-то, сейчас попробуем. То есть, очень классно заезжает под своих противников, которые потом, ну, не могут просто по нам попасть. Их снаряды летят куда-то вверх, а мы их спокойненько добиваем. В общем-то, давайте посмотрим. Спереди должно стоять желательно нитро, но вы также, конечно, можете, например, поставить какой-нибудь импульс, который тоже будет подкидывать вашего врага и спокойненько его убивать. Ну, собственно, что и требовалось ожидать. У парня просто огромная разница с нами в ХП, немножечко он сильнее нас по урону, но все-таки мы его смогли выиграть благодаря вот такой вот незамысловатой тактике. Она очень простая на самом деле, и на начальных этапах она очень классно подходит, ну, новичкам. Вот, на начальных этапах есть новички, как бы это логично, то, что новичкам она больше всего подходит. Ну, а так, на, как бы, дальних этапах, вот, например, на карбоне ее не особо классно использовать, потому что на классике, сколько я играл, мне никогда не выпадала классика, у которой было бы два слота для оружия. А вот на таких этапах, где карбоновые детали, как бы с одним оружием, ну, это не особо классно, слишком мало урона. Так что, ну, это не очень классная тачка будет на таких вот уже больших этапах. Переходим к четвертой машинке. Итак, друзья, четвертая наша тачка — это катер. Почему я решил четвертой машиной выбрать именно катер? В общем-то, катер отличается в основном своим огромным количеством ХП и огромным количеством энергии, которую вы также можете в скиллах прокачать на 30% как бы и ХП, и, получается, дополнительную энергию тоже на 3, если я не ошибаюсь. Вот, то есть этот корпус вообще супер-классный, если учитывать то, что он может вам выпасть с тремя слотами для оружия, он вам может выпасть, как, например, у меня, с двумя слотами для оружия и один слот для какой-нибудь утилиты. Вот я, например, ковшик сейчас поставил. Вот, ну и на самом деле есть такие расположения колес, как, например, у меня, что, ну, например, если я поставлю спереди высокое колесо, то валун, тот же прыгун какой-нибудь с пронырой, вот, или просто валун-прыгун, они не смогут перелететь нормально, и благодаря этому я смогу выиграть. Но у меня маленькое колесо, у меня как бы против этих прыгунов. Мне особо хочется защищаться, так что я решил поставить именно маленькое колесо. Собственно, давайте посмотрим, что из себя эта тачка представляет. Очень часто ее ребята используют. В основном все понимающие люди что-нибудь в этой игре, они чаще всего используют именно вот такую вот сборку. Именно с катером, как бы, и все работает просто идеально, они всех разносят на самом деле. Давайте попробуем с кем-нибудь другим. Ну, вот с этим парнем, например, не знаю, получится, попробуем, собственно. Ну, тоже, блин, мои лазеры просто слишком мощные, они классно очень ваншотят. В общем-то, если вы подберете такой, очень классный для себя катер такой, который будет давать все, все бонусы у него будут идти как раз-таки для того, что вам нужно. Например, как у меня. У меня вот этот вот лазер дает плюс 59 к здоровью катера. Этот лазер дает плюс 7 к урону катера. Этот ковшик дает плюс 53 к здоровью катера. Потом, это вообще колесо легендарное для катера. И вот еще колесико тоже немножечко дает для катера. То есть, если вы соберете все идеально подходящее для катера, то у вас получится достаточно мощный танк. В общем-то, в основном используют катер. Это тоже, мне кажется, после валуна, прыгуна которой, больше всего используют именно вот эту тачку. То есть, она тоже достаточно популярная, и у многих вы ее можете встретить. В общем-то, на этом я вам рассказал про четвертую тачку, а сейчас мы переходим к пятой нашей машинке. Итак, ребята, в общем-то, на пятом месте я решил поставить, ну, достаточно непопулярную машинку. Она более-менее нормальная. Многие ее, конечно, хейтят за то, что она не слишком мобильная, как бы, то, что она не очень классно передвигается. Просто, если повезет вы выиграете, если не повезет, вы проиграете. Про нее я вам много раз рассказывал, если честно. Вы, наверное, ее уже все знаете, она вам, наверное, уже всем надоела. Но вот я вам ее сейчас еще раз покажу. Мы попробуем даже, ну, как бы, выиграть этот чемпионат. Но не выиграть уж, просто сыграем. Я уверен тоже, что с этой тачкой мы не сможем выиграть чемпионат. Ну, просто посмотрим, ну, сможем ли мы нескольких крутых ребят победить. Вот посмотрите, например, сейчас мы дрались против прыгуна, который просто там так по-дурацкому застрял. Смотрим дальше. Против нас достаточно мощный танк, про который я тоже рассказывал. Тут катер с тремя слотами для оружия. Тоже достаточно мощный, так что с ними, пожалуй, нужно быть поаккуратней. Вот этот парень с близнецами меня, конечно, убивает. Главный минус этой тачки это близнецы. Против близнецов она вообще ничего сделать не может. Так что на таких вот карбоновых деталях с ней особо делать нечего. Ну, и там уже престиж у кого и тому подобное. Вот, ну, как бы, про эту тачку я уже вам, как еще раз повторюсь, тысячу раз рассказывал. Вы просто можете сейчас на этом уже выключить видос, если вам, конечно, дальше неинтересно смотреть. Но вот, например, сейчас мне попался снова валун, прыгун этот, и снова как бы застрял там. То есть, если вы большие, конечно, колеса на него поставите, то будет более-менее нормально. Вот как, например, вот с этим чуваком. Вот, обычно проныры с маленькими колесами просто переворачиваются, как я вам говорил, и остаются лежать на спине, как вот были с этими валунами. Вот, например, этот тоже. Видите? Чем меньше колеса на вот таких вот прыгунах, тем, конечно, ну, хуже. Они будут переворачиваться, если у вас, например, как вот эта тачка стоит, которая сейчас у меня. И это не особо классно будет. Вот. Ну, а так можете спокойненько использовать все вот эти машинки, которые я вам сказал. Все можете использовать. Именно я сделал свой выбор на катере. Мне пока что на данный момент больше всего симпатизирует именно он. Потому что, смотрите, я здесь прокачал один разок немножечко энергии для катера. Получается, вы можете три раза прокачать, и у вас может быть в конечном итоге плюс три дополнительной энергии к катеру. И еще здесь, кажется, можно хп прокачивать. То есть, ну, достаточно классно вы можете прокачать свою машинку. Ну, естественно, тут вообще со всеми корпусами так можно сделать. Ну, просто мне катер нравится тем, что он достаточно универсальный такой драндулет. Вы можете на него поставить таких два классных лазера, две классных ракеты, потом какую-нибудь одну утилиту, аксессуарчик. И просто погнать в бой. И всех уничтожать. Больше всего мне нравятся именно катеры. Как бы другие тачки. Ну, не знаю. Как-то я пробовал, конечно, играть и с валунами, которые вот против меня сейчас попались. И про ныры я даже хотел как-то, помню, время попробовать сыграть. Ну, блин, что-то как-то у меня не особо получалось. И я все-таки решил остановиться на катере. Вот. Мне кажется то, что большинству игроков, конечно, нравится играть валуном. Большинство игроков именно его и используют. Но мне показалось то, что мне он не подходит. Из-за этого я решил им даже не пробовать играть. И в основном все валуну я пытаюсь продавать. Вот. В общем-то, ребята, я вам сегодня рассказал про пять самых популярных и достаточно мощных тачек в игре Кэтс. Я надеюсь то, что вам этот ролик понравился. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на мою группу ВКонтакте. А также напишите какой-нибудь классненький комментарий. Всем огромное спасибо. Удачи и пока-пока.